Привет, друзья и гости международного канала «ЛГА Петербург»! В кадре Саша Карельский, Ваня Червинский. Друзья, всем привет! И мы неспроста сейчас смотрим на вас. Дело в том, что всю неделю мы готовили интересные новости, которые нам удалось найти в сети. И сейчас будем рассказывать их друг другу, а заодно и делиться с вами. Вань, ты готов? Да, я готов, Саш. И это, кстати, новости, которые не только мы нашли в сети, но и которые произошли с нами в Санкт-Петербурге. Много чего интересного сейчас есть. Например, сейчас идет чемпионат Европы. И я, Саш, выступил за сборную команды Нидерландов. И уже даже сыграл против сборной Украины. Да ну! Я тебе не верю! Ну, я думаю, что мы можем показать этот короткий сюжет, который я приготовил, и начать наши новости с него. Как вы знаете, сейчас идет чемпионат Европы по футболу. И Санкт-Петербург стал одним из городов, где также проходят матчи чемпионата Европы. Например, вот Россия сыграла с Бельгией. Так вот, как вы знаете, наверное, я люблю футбол. Я иногда даже играю в футбол. И недавно я встретил во дворе своего приятеля, который говорит, а не хочешь поиграть за сборную Голландии, за сборную Нидерландов на чемпионате Европы? Оказывается, в Санкт-Петербурге в юбилейном постелили специальную площадку, организовали классный чемпионат специально для любителей футбола. И обычные люди, такие как я, могут сыграть за какую-то из сборных. И так получилось, что вот я буду выступать за сборную Голландии на чемпионате Европы. А так как вы попросили меня показать вам немножко футбола, то я буду вести для вас репортажи с чемпионата Европы по футболу среди любителей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы за какую команду пацаны играете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А где у вас раздевалка? Я с вами. Вот, первая. Здорово. Серж? Нет, Ваня. А, все, понятно. Смотрите. Что, мы выиграем сегодня? Нет. Отлично. Отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня сильно удивила организация турнира. Насколько качественно все сделано. Как много волонтеров. Какая прекрасная атмосфера. Футбола, дружба и мира. И, конечно, удивил и уровень участников. Все команды довольно приличного уровня. В общем, к сожалению, мы проиграли. Точно нельзя сказать, чего нам не хватило. Может быть, хорошего вратаря. А может быть, от того, что не было достойной поддержки на стадионе. Но я думаю, что, Саша, в следующий раз я обязательно позову тебя. И ты сможешь поддержать нашу команду. Ну, или в крайнем случае встанешь на ворота. Например, как вот этот вот робот-вратарь, который отбивает все мячи. И ему невозможно забить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вань, ну, как обычно, ничего нового. Проигрыш, проигрыш и еще раз проигрыш. Сколько это будет продолжаться? Надо было, Саша, поддаться братьям-украинцам. Поэтому я думаю, что все по-честному. Но впереди еще остальные матчи. Потом, я думаю, что вдруг будет шанс еще у нас у кого-нибудь выиграть. Слушай, ну, на следующий матч я обязательно приду. У меня вот там висит Камча в студии. Я думаю, подбодрю вас, ребята. Ну, наконец-то голландцы узнают, что такое Камча. А я хочу тебе тоже поделиться интересной новостью. Скандал, Вань, скандал на Славянском базаре. Наши постоянные зрители наверняка знают, что в Республике Беларусь с 14 по 19 июля пройдет традиционный фестиваль искусств Славянский базар в городе Витебск. К слову, по счету, это будет 30-й юбилейный фестиваль. Но, как обычно, без скандала не обошлось. Министр культуры Республики Беларусь назвал поименно лица, которые отказались принимать участие в юбилейном фестивале. Ими стали ведущий Андрей Даманский, шоумены Тимур, Мирошниченко и Михаил Голустян, певицы Маруф, Наташа Королева, Элина Эвашенко и Ирина Белык, а также исполнители Олег Винник и Александр Буйнов. Однако нужно сказать и о тех звездах, которые подтвердили свое участие в данном фестивале. Свое участие в Славянском базаре подтвердили Тамара Гварцетелли, Анита Цой, Стас Пьеха, Елена Ваенга, Николай Басков, Слава и Александр Солодуха. Также мы знаем, что и Димаш Кудайберген должен был принять участие в этом фестивале. Так как о нем не говорится в этой новости, друзья, напишите ваше мнение в комментариях, будет принимать участие данный артист в этом фестивале или нет? Саш, ну я не знаю, как можно обижаться на организаторов. В такое сложное время они все равно проводят конкурс. Поэтому я не знаю, только слова благодарности можно сказать. Ну а если кто-то не сможет приехать, ну, к сожалению, такое тоже бывает. А я хочу рассказать о том, что школьница из Алматы получила возможность стажировки в НАСА. Вот это да! Вот так новость! Очень интересная новость из Алматы. Дело в том, что юная алматинка, школьница, получила возможность стажировки не где-нибудь, а в НАСА. На портале Казинформ вышло очень интересное интервью с юной Даной Кориевой, которая получила приглашение на международную стажировку в НАСА в Америке. Там она рассказала, как она получила такую уникальную возможность, рассказала о том, как происходит подготовка школьников в Казахстане. И удивительно то, что в 2014 году она заняла первое место в номинации «Эстрадный вокал» на международном фестивале «Снежная вершина в Польше». То есть она не только очень умная, но еще и невероятно талантливая. Как это работает, я пока что не понимаю. Но вывод такой. Видимо, нам надо всем брать пример и учиться воспитанию детей у казахов. Кстати, друзья, для тех, кто не знает, НАСА – это национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Оно осуществляет гражданскую космическую программу США, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики. НАСА было создано 29 июля 1958 года. И за время своей истории они внесли неоценимый вклад в познание мира и исследование космоса и воздушного пространства. Кстати, интересный факт. Все кадры, все видеоматериалы, которые делает НАСА, могут быть использованы любым человеком. То есть это публичное достояние каждого жителя нашей планеты. А еще забавно, что с 2016 года все астронавты НАСА изучают русский язык. Так что, если вы встретите астронавта НАСА, можно с ним пообщаться по поводу неопознанных летающих объектов или, например, по поводу плоской Земли. Я думаю, что они смогут ответить на эти вопросы, над которыми бьются сейчас самые лучшие ума в интернете. Друзья, кстати, ссылку на это интервью я оставлю в описании. Обязательно почитайте. Очень интересная молодая персона. И также, кстати, я думаю, что мы разместим это интервью в нашем Telegram. На этом все. Вань, ну тут ничего кроме восхищения и радости за наших братьев казахстанцев не может быть. Здорово, что молодое поколение так прогрессивно врывается в мировые фирмы, которые известны каждому. А я тебе, в свою очередь, хочу еще одним скандалом поделиться. На этот раз, Вань, про твоего любимого режиссера Джеймса Кэмерона. Саша, у тебя сегодня какие-то все скандалы да скандалы. Вот так вот. Что делать? Давайте посмотрим. Друзья, как вы понимаете, у меня времени мало, поэтому предлагаю начать. Джеймс Кэмерон может оказаться в московском суде. Чеченский писатель Руслан Закриев с 2015 года пытается привлечь к ответственности знаменитого режиссера таких фильмов, как Титаник Терминатор 2, а в 2009 году Аватар. Именно к этому фильму у Руслана есть большие претензии, потому что он считает, что Джеймс Кэмерон позаимствовал несколько идей из его личной книги, которую он опубликовал в сети аж в 2002 году. Вы знаете, что Аватар является одним из самых кассовых фильмов в истории кино. За свой прокат он собрал более 2,7 миллиардов долларов. И Руслан считает, что неплохо было бы поделиться. 15 июля уже началось первое слушание. Интересно, Джеймс Кэмерон уже получил повестку в суд? Слушай, какой молодец, как ты сказал, Руслан Закриев. Вот Руслан Закриев молодец, как бы придумал, какой хороший сценарий. Ну, Джеймс Кэмерон тоже красавчик. Хорошо снял, Вань. Хорошо исполнил, да. Интересно, вот теперь было бы классно посмотреть на их встречу, вот когда они встретятся вдвоем, раз уж он вызвал Джеймса Кэмерона в Москву. И, может быть, тогда, кстати, будет шанс спросить у Джеймса Кэмерона, а все-таки будет ли Димаш участвовать в создании саундтрека к Аватару? И вот эта песня новая Over Here, не она ли будет главной песней в Аватаре третьем? Надеюсь, мы скоро об этом узнаем. А я, Саша, тоже вот с американцем, с одним очень уважаемым. Созвонился, его зовут Джей Кэй, и мы с ним обсудили новую песню Димаша, точнее новую старую песню, которую Димаш исполнил на Домбре. В общем, его реакция прямо сейчас для вас, друзья, эксклюзив. Иван, перед тем, как мы начнем... Ладно, давайте начинать. Внимание, внимание! Добро пожаловать! Итак, инструментальные композиции. Были ли такие у Элвиса Пресли? Нет, если мы говорим об этом как о культурном феномене. Может, у Майкла Джексон это такое было? Нет, я так не думаю. Было ли такое у Битлз? Да, у них было такое. Это была инструментальная композиция Flying, вошедшая в альбом Magical Mystery Tour в 1967 году. Но если Димаш начинает сочинять инструментальные парки для своей игры на пианино или в качестве дирижера, то это поднимает композицию на совершенно другой уровень, и это позволяет ему соответствовать таким культурным феноменам, как Элвис Пресли, Битлз, Майкл Джексон, а также Бах и Бетховен. Все эти ребята, имена которых тут написал, они все мировые культурные феномены. И это восхищает меня больше всего. Другие люди могут говорить о других аспектах, но в этих я больше всего разбираюсь. Но самое главное то, что для Димаша это очень крутой шаг вперед, потому что это презентация Димаша, правильно? Получается симбиоз между певцом и музыкальным инструментом. Все мы видели его мощную игру на дамбре. Так вот, это восхитительный этап, потому что композиция является инструментальной, в конце которой он спел высоким голосом. И это нормально, потому что это показывает, что он артист. Некоторые музыканты, которые не являются артистами, сказали бы, ой, нет, это композиция инструментальная, я не могу здесь петь, я могу лишь только сыграть. Но он связан с музыкой, он артист. И поэтому он все делает не по шаблону. Он следует за своим музой, которая воплощается в его творческой стороне. Но самое главное то, что он действительно является послом мира во всем мире. Он объединяет Восток и Запад. И я имею ввиду то, что мы с вами тут находимся благодаря Димашу. Верно? Да. И это еще одна интересная тема для обсуждения, когда мы будем говорить о феномене Казахстана. В общем, Димаш показывает нам путь. Благодаря ему люди объединяются. Я узнал об Иманбеке благодаря Димашу, я узнал об Данелии. Как вы правильно произносите? Данелия. Данелия. Так вот, о ней я узнал тоже благодаря Димашу, потому что я слежу за его творчеством. И это самое главное. Он определенно нас направляет. Итак, хорошо. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Вань, всегда приятно смотреть на профессионала. Наш большой друг Джей Кей знает, как точно и интересно разобрать и докопаться до сути. Поэтому смотреть было одно удовольствие. А я, в свою очередь, Вань, хочу тебе предложить третий скандал. Недавно основатель Facebook Марк Цукерберг решил и без того популярную платформу Instagram сделать еще популярней. И для этого он захотел снять фильм. Но, как вы знаете, хороший фильм обязательно должен сопровождать хороший саундтрек. И за ним он обратился к основателю группы Pink Floyd, Роджеру Уотерсу. Марка заинтересовала вторая часть песни Another Brick and the Wall. Роджер Уотерс ответил отказом. Мой ответ – иди к черту, ни за что, заявил он. Уотерс объяснил свою позицию тем, что компания хочет использовать песни, чтобы Instagram стал еще популярней. А это значит, что пользователи Instagram и дальше будут подвергаться цензуре, по мнению автора. Также Роджер Уотерс открыто назвал основателя Facebook одним из самых властных придурков в мире и мелким мерзавцем. Примечательно то, что у самого Роджера Уотерса есть свой личный аккаунт в Instagram с более чем полумиллионами подписчиков. Интересно, Марк Цукерберг отключит его от этой сети в ближайшее время? Да, Саш, слушай, здесь налицо проблема отцов и детей, проблема поколений. А я, Саша, хочу тебе рассказать о том, что еще одни известные музыканты, музыкант Ши, невероятно популярные в 2000-х леди из группы Spice Girls спустя 14 лет снова собрались, чтобы выпустить новую песню. Да ладно, мне не терпится на это посмотреть. У меня великолепные новости из Америки. Дело в том, что легендарная Girls Band, женская поп-группа Spice Girls собралась снова, чтобы выпустить новую песню. И это все после перерыва в 14 лет. Джерри Хорнер, Мелани Чиселхон, Эмма Бантон, Мелани Браун и Виктория Бекхэм обещают опубликовать новую песню под названием «Покорми свою любовь» уже 9 июля, и песня будет опубликована на стриминговых сервисах. Кстати, уже в 2019 году Spice Girls объединялись вчетвером без «Posh Spice», это Виктория Бекхэм. И вот вчетвером группа отправилась в турне. Кстати, во время тура они также возобновили работу со своим бывшим менеджером Саймоном Фуллером. Но все-таки все равно потом пути их снова разошлись. Друзья, напишите в комментариях, помните ли вы этот великолепный женский коллектив? И, может быть, есть у вас какая-то любимая песня в исполнении этих великолепных британских девушек? Слушай, Ваня, а Spice Girls-то еще ого-го! Саша, я думаю, что они знают, что в Алма-Ате есть особый сорт молодильных яблочек. И я думаю, что они закупаются вот этими апортами, и поэтому так хорошо выглядят. Ну, раз уж ты затронул тему Казахстана, хочу тебе еще одну важную новость сказать, что в Турции, в городе Алане, открылся замечательный памятник философу и просветителю Абаю Кунанбаеву. Репортаж с места событий. Примечательно то, что автором данной работы стал наш большой друг, художник Нурлан Ахметов, который проживает в Алане с 2012 года. И нам бы хотелось выразить большую благодарность всем, кто принимал участие в организации данного события, потому что праздник действительно получился на славу. Официальными гостями открытия памятника стали чрезвычайный и полномоченный посол Республики Казахстан, господин Абзал Сапаберкулы, и мэр города Алании господин Адем Мурат Юджил. Парк имени Абая – подарок Алании к 30-летию независимости Казахстана. Мы не случайно выбрали именно это место. Здесь также установлены памятники 37 турецким поэтам. Парк Абая – символ сотрудничества двух стран. Да, Саш, классно то, что для великого просветителя, для Абая открывают памятники в самых разных городах. Я надеюсь, что когда-нибудь в Санкт-Петербурге тоже сделают. Всё-таки у нас есть центр Абая, и в Москве уже есть памятник. Надо уже и нам тоже открыть памятник великому казахскому мыслителю и философу. То есть, Ань, пора? Пора? А я сейчас ещё хочу, Саша, тебе рассказать, что есть такая вот новая группа из итальянского музыканта и американской музыкантши, из скрипачки и гитариста. И они исполнили кавер на песню «Чёрнобривцы». Играет музыка «Чёрнобривцы» 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 Почти месяц назад я вернулся из Турции, где в течение 60 дней дышал воздухом Средиземного моря и знакомился с окрестностями курортного города Аланьи. Надо отметить, что оказавшись в незнакомой стране, я чувствовал себя как дома. И этому способствовало несколько факторов. Аланьи – это самый южный турецкий город, в котором всегда есть туристы из разных стран. А так как люди, которых я встречал, находились на отдыхе, то и настроение у них было отличное. Все охотно шли на контакт, приходили в гости, общались и фотографировались. Сами турки также очень доброжелательны и всегда рады гостям из-за рубежа. А так как я отдыхал в их стране во время карантина, то внимание и заботы было в избытке. Также я узнал, что в Аланью на постоянное место жительства перебралось много моих соотечественников, которые предпочли жить и работать на берегу Средиземного моря. Многие подписчики в комментариях писали, что мне на пользу пошел турецкий воеж. Я загорел, похорошел, набрался сил и отдохнул. Как петербуржец подтверждаю, что мы, питерцы, тотально недополучаем солнечной энергии. Если в Санкт-Петербурге из 365 дней в году солнечных всего 60, то в Аланье с точностью да наоборот. Может поэтому и люди в Аланье добрые и счастливые? Как вы считаете? Напишите в комментариях. Здравствуйте! 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 Россия! Да, Россия! Санкт-Петербург! Русский! Русский! Путин! Башкан Путин! Ну и наконец, самый главный фактор. Почему в Турции я чувствовал себя как дома? Ответ прост. Легендарное казахское гостеприимство. Да-да, не удивляйтесь. Мы нашли друг друга даже на нейтральной территории. Оказывается, в Турции очень много казахстанцев. Как среди отдыхающих, так и среди местных жителей. В основном люди перебрались из-за климата, чтобы восстановить свое здоровье и омолодиться. Казахи в Турции оказали мне настолько теплый прием, что об этом можно снять отдельную передачу. Событий было так много, что нам даже пришлось открыть новый канал. Эхо жизни. Кстати, подписывайтесь, кто еще не подписан. Там уже есть на что посмотреть. Ну что ж, это были все новости к этому часу. Надеюсь, вам было с нами интересно. А мы увидимся в следующем выпуске. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok